ЗАПАДНАЯ Армения В Турции разрушена еще одна армянская церковь. В 2021 году программа «Армянский виртуальный мост» будет расширена. Сегодня день рождения Тиграна Мансуляна. Интервью с профессором Самвелом Акапяном. Предложение Европарламента в связи с независимостью Арцаха. Армения, правительства и армян всего мира не принимать этот пункт, подать заявление депутатам всех стран, включая Европейский парламент, для рассмотрения этого вопроса. По словам президента, в этот пункт следует включить и тот факт, что Арцах – неотъемлемая часть Армении, одобренная решением Лиги наций в 1920 году. Касаясь политики президента Арцаха по обеспечению независимости Арцаха, он напомнил, что с 1920 года Арцах является частью исторической Армении. Вне зависимости нет. Необходимости в целом проводимая сейчас политика в большинстве своем не совсем правильная. Мы должны придерживаться идеи единства, основанного на Западной Армении. Мы должны работать над сохранением целостности армянского государства, заявил премьер-министр Сэда Меликян и подчеркнула роль парламентария в этом важном вопросе, предложив подготовиться к отправке новых писем депутатам Европарламента, а также к разработке законопроектов и проектов, которые будут в интересах Западной Армении. В провинции Бетли из Западной Армении после прекращения обильных снегопадов идет борьба за открытие закрытых дорог между сельскими и пригородными районами. На этот час из 294 закрытых дорог 274 уже открыты, а в городе, где толщина снега в некоторых местах достигает 3,5 метров, открыты все дороги. Открытие закрытых дорог, ведущих к 20 селам, продолжается непрерывно. Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф прибыл в Армению поздно вечером во вторник в рамках регионального визита. По сообщению отдела печати общественной дипломатии МИД Армении в аэропорту Узвартноц в Ереване Зарифа встретил заместитель министра иностранных дел Армении Гагик Галачан. Сегодня глава МИД Ирана встретился с главой МИД Республики Армении Аруя Айвазианом. Состоялась встреча с расширенным составом внешнеполитических ведомств двух стран. Стороны обсудили последние региональные события после агрессии, развязанной Азербайджаном в Арцахии в сентябре. Иран – важная страна в регионе, и мы уважаем подходы Ирана, на основе которых он строит свои отношения с непосредственными соседями. Тем не менее, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что после долгосрочной и удовлетворяющей интересы всех мир, в котором нет победителей и проигравших так называемых побед или поражений, может создать реальные гарантии для продвижения безопасности, стабильности и развития в регионе, отметила Айвазиан. Министр иностранных дел Ирана принял также премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян. Пашинян выразил уверенность, что совместными усилиями мы сможем и дальше укреплять и развивать наше сотрудничество, достичь мира и стабильности в нашем регионе. А раньше Зариф был в Баку, потом в России. В рамках регионального визита также запланирован визит в Грузию и Турцию. В Турции неизвестные в очередной раз оставили российские граффити на стенах домов Олеви. На этот раз инцидент произошел в северо-западном городе Ялово. Неизвестные оставили знак «Х» и надпись «Олеви» на стенах пяти домов Олеви, а в Багларбашкском районе Ялово. Обнаружившие надписи жителей района обратились в полицию. Полиция начала расследование инцидента. Фотографии и надписи были опубликованы в социальных сетях. Армянская церковь Святого Туроса была разрушена в западной турецкой провинции Кутахи. Об этом сообщила правозащитница Орлет Наталья Авазян. Она известна своей резкой критикой турецких властей, сообщает Армени Хабер. «Вы вообще не уважаете историю. Уничтожая историю армян, неужели вы проигнорируете и существование армян на этих землях?» Написала правозащитница, вспоминая историю церкви Святого Туроса на основе книги армянского интеллигента Аршака Албояджана, в которой автор рассказывает о своем посещении церкви. Церковь Святого Туроса была построена во время правления султана Мурада Османской империи. Несмотря на то, что церковь была разрушена, в 1603 году, во время Джалалитского восстания, позже она была восстановлена. Церковь когда-то служила залом торжеств, затем была полностью закрыта. Министр высокотехнологичной промышленности Армении Аку Паршакян изложил подробности программы «Армянский виртуальный мост». Как сообщает Армен Пресс, Аку Паршакян на своей странице в Фейсбуке напомнил, что 3 августа 2020 года стартовала одна из самых масштабных программ Министерства высоких технологий Армении – «Армянский виртуальный мост». Он подчеркнул, что программа нацелена на то, чтобы стать платформой, присоединяющей технологическое сообщество Армении со всем миром, что в то же время станет основой для совместного сотрудничества с технологическим сообществом армян по всему миру. Для достижения этой цели программа «Армянский виртуальный мост» содержит в себя два образовательных компонента инкубационно-ускоренного обучения, которые направлены на создание возможностей для армянских участников развития навыков международного сотрудничества и привлечения инвестиций, написал Аршакян. Он также добавил, что 28 января 2021 года компания-победители, участвующие в программе, представят свою продукцию венчурным компаниям «Кремниевой долины», инвесторам и специалистам из армянской диаспоры. Лучшие проекты получат инвестиции. Программа в 2021 году будет расширена, объем и количество участников будут увеличены вдвое. Проект реализуется совместно с представительством АГБУ «Кремниевой долине», заключил министр. Сегодня день рождения Тиграна Мансуляна. Родился в Ливане. В 1947 году семья переехала в Армению, в город Артик-Ширакская долина. В 1956 году поселился в Ереване. Мансулян окончил Ереванскую консерваторию класса композиции «Сарьяна» в 1967 году. В 1967 по 1986 годы преподавал в ней, с 1986 года профессор, а в 1992 по 1995 был ее ректором. В настоящее время целиком сосредоточился на сочинительстве. Один из наиболее исполняемых композиторов современной Армении. Современная техника письма в его творчестве соединяется с опорой на традиции национальной музыки, в частности кумитаса. Активно работал в кино. Тигран Мансулян своими произведениями обогатил сокровищницу армянской и мировой музыки, прославив свой народ. В эфире телекомпании Западной Армении президент Европейской академии безопасности и конфликтологии доктор-профессор Самвел Акопян рассказал о важности сохранения культурного наследия Арцаха и представления его международному сообществу. Видео доступно на нашем сайте и на YouTube-канале. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Тигран Мансулян Ашнан Ареф. Тигран Мансулян Ареф Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!